МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обсудили также проведение в селе Знаменское в 2021 году главного областного спортивного события праздника Севера. Затем Дмитрий Крикорьян встретился с местными жителями в рамках диалоговой площадки «Свободный микрофон». Руководители спортивных школ волновали вопросы финансовой поддержки и обновления инвентаря. Представители молодежных организаций интересовали направление развития молодежной политики на селе. Скажите, пожалуйста, какие перспективы молодежной политики наиболее актуальны для нашего района? Кто мне скажет из специалистов молодежной политики Занинского района процент молодежи? Наверное, основная задача вот эти 30% оставить в районе, в хорошем смысле оставить, дать им ту возможность самореализации, на которой, в общем-то, и настроена вся государственная программа развития молодежной политики, прививать чувства ответственности за ту землю, на которой ты живешь. Следующим пунктом в маршруте министра стал один из самых отдаленных районов области – Тевриский. Здесь Дмитрий Крикорьян также осмотрел объекты спортивной инфраструктуры, посетил секцию бокса, залы для физической культуры, стадион «Кедр» и фестивальный. На встрече со спортивным и молодежным активом поселка Теврис глава ведомства рассказал о строительстве нового стадиона для проведения юбилейного праздника «Севера» в 2020 году. 48 лет назад впервые был проведен праздник «Севера» именно в Теврисе. Отсюда пошла большая спортивная история муниципальных районов и всего, что с этим связано. И у нас еще есть очень большая амбициозная задача – это построить, ну не скажу там шикарный, но скажу максимально современный, максимально приемлемый для количества жителей, для тех задач, которые у нас стоят, в том числе по комплексу ГТО, стадион на территории райцентра Теврис. В свободном формате все желающие смогли задать свои вопросы в сфере молодежной политики, физкультуры и спорта и получить от министра прямые ответы. Вы сегодня обнадежили нас новым, так сказать, витком развития нашего спорта в районе. И то, что в преддверии праздника «Севера» наверняка будет Теврис сделан подарок в виде стадиона, это будет очень здорово и очень приятно. Наши великороссы, которые богата наша Теврисская земля. От всего сердца большое спасибо за подарок. Главный подарок, конечно, это то общение открытое, которое у нас сегодня состоялось. Я предлагаю этот формат нам сохранить. Во второй день Дмитрий Крикорьянс посетил еще два района – Большереченский и Тарский. В поселке Большеречье он пообщался с местной молодежью. Парней и девушек интересовала спортивная карьера министра. Задавали вопросы и о том, как начать работу в политической сфере. Также обсудили насущную проблему, касающуюся реабилитации детей-инвалидов. Шепитанское сельское поселение, там у нас есть бассейн. Конечно, он находится не в самом Большеречии, а хотелось бы в самом Большеречии. Но дело не в этом. Наших детей туда не берут. То есть в индивидуальной программе реабилитации прописано. Ребенку рекомендован плавание. На индивидуальные занятия нас не берут, потому что они боятся специалисты брать. Та ситуация, которую вы описали, она, конечно, не выдержит никакой критики. И там отсутствие специалистов для работы с детьми-инвалидами, которые вы хотите реабилитировать посредствами занятий плаванием, то здесь нужно найти какой-то выход. Или обучить специалистов, которые там работают, в Шепитанском бассейне. Или, в конце концов, кому-то из специалистов вашего центра обучиться на... Это не очень сложно. С удовольствием? Замечательно. Тарский район с большой, в том числе и спортивной, историей. В городе Тара Дмитрий Крикорянс посетил один из лучших в регионе спорткомплексов. Стадион «Олимп» с современным футбольным покрытием, беговыми дорожками и трибунами на полторы тысячи мест. Стадион очень хороший, но все равно уже требующий определенных вложений, определенного ремонта. Тем более, что на будущий год будет юбилей города Тары, 425 лет. И одна из задач – провести основные мероприятия именно здесь, посвященные юбилею города. На встрече с министром спортивную общественность района интересовал футбольный вопрос. Обсудили пути развития и увеличение числа занимающихся этим видом спорта. Дмитрий Крикорянс предложил возобновить первенство и пообещал обсудить это с областной федерацией. Интересовались торчане и методами работы с молодежью, в том числе воспитанием патриотизма, развитием семейных ценностей. Сейчас проходит множество форумов разных масштабов, региональные, всероссийские, международные. Но, к сожалению, именно молодым семьям, мы же тоже молодежь, нам не всегда просто туда попасть. Отвечая непосредственно на ваш вопрос по форуму молодых семей, я думаю, мы себе задачу такую на 2019 год обязательно поставим. И посмотрим, как мы делали его раньше. И, конечно, посмотрим опыт других регионов, как его можно улучшить, сделать более интересным, более доступным именно для представителей районов. Это имеется в виду и по доступу, по месту проведения, чтобы оптимально больше семей собрать. Немаловажной для специалистов сферы молодежной политики, физкультуры и спорта является и тема оплаты труда. Торчане поинтересовались сроками повышения зарплат. Сейчас очень многое делается, мною лично и Александром Лениневичем Бурковым, для того, чтобы мы нашли, скажем, такую золотую середину в плане улучшения материального обеспечения в формате сентябрьских тире. Для октябрьских изменений в бюджет мы вносим предложение об увеличении заработной платы. Формат свободного общения сельских жителей с руководителем ведомства уникальный. Дмитрий Крикорьянц признается, что только так можно составить реальную картину жизни муниципальных районов и оказать наиболее необходимую и адресную поддержку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ